наставление подобным людям во первых они не должны обращать внимание на этого шайтана это относится к наущениям шайтана которыми он хочет сбить раба как сказал пророк саляллаху алейхи вассалям хвала Аллаху который сделал его козни наущениями также он алейхи салату салам сказал это настоящая вера если человек возненавидел эти наущения если человек возненавидел многобожие и неверие а также эти наущения то это указывает на чистоту и правдивость его веры поэтому если у мусульманина появятся подобные наущения то во первых он обязан обратиться с мольбой к Аллаху, прибегая к нему от проклятого шайтана и от его наущений. Во-вторых, он должен произнести «Я уверовал в Аллаха». Также, если он прочитает суру «Скажи, он Аллах единый», то это будет хорошо, как отстранение шайтана. В-третьих, он никогда не должен обращать внимание на эти наущения, стремиться к подчинению Аллаху и к получению шариатского знания. Потому что самое великое из того, что прогоняет шайтана после мольбы и обращения за помощью к Аллаху, субханху это шариатское знание и требования его. Если человек требует шариатское знание и познает религию Аллаха, он сможет одолеть шайтана и узнать, какие у него козни, методы и способы. Также, шейх, у некоторых братьев чрезмерная мнительность в этом вопросе. Каждый раз, когда к нему приходит увдомление со штрафом или квитанция, и он думает, что если он поставит подпись, то, совершив ширк, он просто спрашивает, совершаю ли я этим действием ширк и становлюсь ли кафиром. Нет, это относится к козням и наущениям шайтана. Основа заключается в том, что мусульманин остается в исламе и что он выходит из ислама только при наличии однозначного и ясного куфра. А что касается этих наущений и этих вещей, то он ни в коем случае не должен обращать на них внимания. Если ты спокоен в своем исламе и вере, то пусть этот шайтан не обманет и не обольстит тебя.